КАРАНТИН С ПОЛЬЗОЙ 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 часть лица. И полежать немножко. Когда маска высохнет, вы можете смыть ее прокладной водой и вы увидите, как прекрасно пацану кислородит. А вот желтки из сырого лица обладают свойством питательного желтка. Поэтому желтки я смешиваю с несколькими капельками меда и с несколькими капельками масла. Я люблю оливковое масло итальянское свежие отжимки. Очень свежее хорошее масло. И эту масочку мы накладываем на кожу лица. Опять же, можно немножко полежать. И после того, как она подсохнет, пойти в душ и смыть. Великолепная маска, она питает кожу. И кожа становится очень гладкой, красивой. Как будто она наелась хорошего вкусного ужина. Учтите, что косметические препараты, хорошие косметические препараты, они сделаны во многом на том, что потребляет наш организм. На белках, протеина они называются, на витаминах, на соках из трав и овощей. Все, что мы готовим, это очень даже хорошо для нашей внешности. Что еще сегодня у меня на столе? Это клубника. Будьте с ней осторожны. Если у вас есть аллергия на клубнику, лучше из нее маски не делать. Но если у вас есть аллергия на клубнику, очень советую откусить кусочек клубники и потереть ваши зубки. Я всегда так делаю перед телевизионным эфиром, когда уже нет времени почистить зубы, но просто потру вот так клубничка на белые зубы. Из нее очень хорошо помять клубничку, смешать с сметаной и немножко медом и сделать маску на 15-20 минут или полетно. Еще, чтобы добавить в эту масочку можно было, это творог. А творог сделает эту маску более питательный. Еще у меня на столе картошка. Вы можете взять картофель, ссорой картофель, снять с него кожуру, натереть на мелкой терке и эту кашицу положить под глаза. Буквально на несколько минут очень хорошо снимает отеки. То же самое делает и петрушка. Петрушку можно очень мелко-мелко-мелко порубить и сделать из нее такую кашицу. Опять же, ее можно смешать с картофелем сырым или с творогом и сделать вот такую великолепную маску еще две капельки лимонного сока. Еще какую маску я очень люблю. Я люблю маску утреннюю. Ложечка сваловая сметаны, немножко лимонного сока и немного меда. И вы можете нанести эту маску на лицо. Она безумно вкусная, когда она попадает на губы. Во-первых, губы очень хорошо разглаживаются. Во-вторых, очень вкусно. И кожа выглядит тоже очень вкусно. Ну и сейчас последние два слова. Карантин карантином, он все равно кончится. Жизнь будет продолжаться. Какими мы выйдем после карантина и какой будет наша жизнь после карантина, зависит от нас. Подключаем всю силу воли. Живем в предлагаемых обстоятельствах, но живем, не выживаем, не сдаемся. Бог любит тех, кто не сдается. Судьба любит тех, кто не сдается. Мы такие, мы потопки тех, кто никогда не сдавался. Правда? Никогда не опуская губы. Я молюсь обо всех, кому сейчас тяжелее, чем всем нам. О тех, у кого нет, возможно, крыши над головой. О тех, кто болен, мне не важно, какой болезнь. Дай Бог, чтобы вы все выздоровели. Дай Бог, чтобы у всех у вас появилась надежда. И чтобы мы вышли из карантина и встретили новую прекрасную жизнь. И я очень хочу, чтобы мы были к ней готовы. Она должна быть лучше, чищена, светлее, чем была у нас до того. Я всех вас очень люблю и целую. Всего доброго. Галин, скажите, вот такой вопрос. А если придется выходить из карантина, то понятное дело, что только лишь красотой внешней ограничиваться не стоит. Вот что нужно сделать, на ваш взгляд, для того, чтобы внутреннее состояние также было гармоничное и все мы быстро вернулись к нормальной жизни? И принимать его как последнюю инстанцию. Этот карантин лишь временная черная полоса в нашей жизни. Вся жизнь состоит из белых и черных полос. И мы проходили эти черные полосы. Вы помните, что было после того, как завалились два этих здания в Нью-Йорке. Вы помните, в нашей стране было очень много черных полос. У каждого человека в жизни были эти полосы. Не надо принимать это как последнюю инстанцию. Все будет и будет и плохое, и хорошее. Мы сейчас проходим плохую полосу, но мы входим в хорошую. И вот с этим я и хочу, вот именно с этим посылом я и хочу войти в новую, новую жизнь, которая будет после этого кошмара. Секреты красоты и душевного равновесия мы обсудили с нашим экспертом Галиной Тодд, президентом фирмы «Мой секрет» by Галина. Это все к данному часу. Всего вам доброго. Увидимся и услышимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова